Здравствуйте, меня зовут Юля и это проект In Dubai. Перед тем, как посетить Дубай, естественно, встает вопрос, какой отель выбрать. Сегодня мы приехали в отель, который называется Exclusive Clover Hotel Apartments. И здесь мы вам все покажем и расскажем. В непосредственной близости от отеля находится знаменитый Голд Сук, а также три больших мола. Отель состоит из 17 этажей. Это такое красивое стеклянное розовое здание, которое включает в себя порядка 150 номеров, апартаментов. В данный момент мы находимся на ресепшене. За моей спиной вы видите диванчики для ожидания, также стойку ресепшен для регистрации гостей. Здесь же находится кафе, в котором варят натуральный кофе, где происходят завтраки. И можно также посмотреть, что есть стойка с прессой, также информационная стойка, где можно получить всю свежую информацию о том, что происходит вокруг отеля и в самом отеле. В данный момент мы находимся с вами на стойке информации. Здесь вы можете взять подробную карту Дубая, можете взять флайеры на различные мероприятия. Вот сейчас перед нами стойка информации, выполненной в таком очень современном стиле. Есть русский язык. Мы можем набрать, нажать кнопку «Русский язык» и, например, выбрать «Покупки», потому что шопинг в Дубае самый лучший. Здесь антикварный магазин, магазины одежды, фотостудии, магазины обуви, салоны связи. Также можем обратно вернуться, снова нажать «Русский язык» и, например, выбрать, ну, например, развлечения. На территории отеля работают три ресторана. Один из них расположен в лобби-бар. Здесь можно выпить заварной кофе, свежевыжатые соки. Здесь накрывают завтраки, обеды и ужины. Вот мы с вами поднялись на первый этаж отеля. С правой стороны от меня находится банкетный зал, он называется «Мугал». А с левой стороны известный пакистанский ресторан, который называется «Бандукан». Давайте зайдем и посмотрим. Мы поднялись на первый этаж и находимся в очень красивом месте, в очень колоритном. Это известный пакистанский ресторан, его знают во всем мире, называется ресторан «Бандукан». Знаменит он тем, что все продукты, из которых готовится блюдо для гостей, подаются, привозятся исключительно из Пакистана. Вы можете видеть лежанки, очень красивые накрытые столы, убранство, везде латунь, все в цвете. Вместимость порядка 200 человек. Здесь проводятся свадьбы, банкеты. Сейчас ресторан пуст, сейчас день, но с приходом вечера говорят, что здесь бывает очень много гостей. Хочу вас предупредить, что пакистанская еда очень острая, поэтому перед тем, как сделать заказ, обязательно предупредите официанта и скажите такую фразу «not spicy». Это значит, что не острое. Ресторан по дубайским меркам недорогой. Блюдо начинается от 25 и заканчивается 100 дирхам. Это самое дорогое блюдо в этом ресторане. Можно прийти спокойно с ребенком, вам с удовольствием предоставят для него стульчик. А теперь зайдем в банкетный зал. Он совсем другой. Мы находимся в банкетном зале. Как вы можете видеть, в отеле жизнь продолжается. Сейчас здесь этот зал готовят к свадьбе. Он нарядно и празднично украшен. Все стулья белого цвета, скатерти. Вмещает в себя он порядка 200 человек, этот зал. В отеле есть номера для курящих и не курящих. Сейчас мы находимся возле двери, которые для не курящих гостей. Обратите, пожалуйста, внимание, что везде разложены дорожки. То есть не шумно будет вам номер, если кто-то будет идти по коридору. Вот мы с вами находимся на седьмом этаже. Этот номер называется 705. Это односпальный номер. Это отель типа апартамент. Значит, здесь есть кухня, которая оборудована всем необходимым. Таких как холодильник, вытяжка, плита. Полный комплект посуды вы здесь найдете вместе с бокалами. Также есть чай, кофе, вода. Можно спокойно попить. Кастрюли, сковородки, микроволновка. Всем этим можно пользоваться абсолютно бесплатно. Точнее, это все входит в стоимость вашего проживания. Стиральная машина. Мы находимся сейчас в гостиной комнате. Здесь есть все для принятия пищи, для отдыха, для того, чтобы поддохнуть, посмотреть телевизор. Также в номере два санузла. Один гостевой, а второй для непосредственно хозяев. Те, кто здесь будет отдыхать и жить. Хочу отметить, что в отеле есть уникальная вещь для Дубая. Это бесплатный Wi-Fi. Если вы приехали сюда в качестве гостя, то вы сможете спокойно пользоваться Wi-Fi. Интернет здесь хороший, мы сами проверяли. Если мы сейчас выйдем из гостиной, то мы окажемся с вами в спальне. Здесь есть телевизор. Здесь есть отдельный кондиционер, что тоже очень немаловажно. Ванна. Здесь есть полноценная ванна, не душевая кабина. Здесь есть все необходимое. Всякие гигиенические принадлежности, такие как шампунь, крем, душ, гель для душа. Также, по-моему, есть шапочка. Есть салфетки. Есть фен и розетка для бритвы. Большая кровать, светильники, зеркало. Также большое панорамное окно с видом на оживленную улицу. Но я вам могу сказать, что довольно-таки тихо здесь, несмотря на то, что сейчас день и конец рабочей недели. Здесь не шумно. Также мы можем увидеть небольшую банкетку. Два удобных кресла. В комнате есть небольшой коврик. Также шкаф, в котором находится гладильная доска и утюг. Сейчас мы посмотрим. Вешалки для того, чтобы удобно разместить одежду. Стул. Женщины могут расположить здесь свою косметику. Спальня большая и очень приятная. Здесь такая атмосфера, созданная для отдыха и сна. А теперь мы находимся с вами в студии. Здесь мы можем видеть зону кухни. Есть санузел. Также в комнате есть две раздельные кровати. Но в отеле есть также комната с одной большой кроватью. Также есть телевизор. И кресло. Зона отдыха. Большой удобный шкаф. Тоже со всем необходимым. Здесь есть утюг. Гладильная доска. Сейф. И большое окно. Очень большое, красивое окно. Мы поднялись высоко. Здесь видно залив Крик. И Дубай, на который опускается вечер. Мы находимся в большом номере. Он двухкомнатный. Если вы приехали в Дубай с большой семьей или дружной компанией, то этот номер подойдет для вас. Здесь аж две спальные комнаты и большая общая гостиная зона. Здесь даже три сам узла. В одном из них есть туалет, раковина, зеркало. Дальше мы заходим в большую гостиную зону, которая разделена на две части. В левой части находится зона, где можно принять пищу, также отдохнуть. Здесь есть телевизор с DVD-плеером. Можно посмотреть фильмы. Стол, лампа для чтения. Напротив гостиной зоны находится кухня. Она довольно-таки большая и оснащена всем необходимым. Здесь есть даже тостер. Полный комплект посуды, стиральная машина, холодильник и микроволновка. Здесь находится спальня. Здесь две отдельные кровати. Тоже большое зеркало, шкаф, столик и тоже есть кресло. Дальше проходим и видим, что здесь еще один санузел. Он уже с полноценной ванной. И следующая, последняя комната, это так называемая мастер-бет. Здесь находится тоже большая ванна со всем необходимым. Большая кровать, панорамное окно, зеркало, тумбочка, два хороших светильника. И тоже находится телевизор с DVD-плеером. Это панорамное окно, которое находится в одной спальне номера. Окна здесь в пол. Здесь есть балкон, но он закрыт. Во всех номерах балконы закрыты. Прекрасный вид на залив Крик и на оживленную часть улицы. Но, как я сказала, уже довольно-таки все равно тихо. В эксклюзии в Кловера Хотела Apartman всего 17 этажей, как я сказала. Сейчас мы находимся на самом высоком этаже. Здесь находится бассейн и фитнес-клуб. Мы с вами на крыше. Здесь находится бассейн. Бассейн довольно-таки большой. Есть бассейн для взрослых, а также небольшой бассейн для деток. Крыша открывает великолепная панорама на горах. Здесь можно загорать, купаться, отдыхать. Есть душевые кабинки, также есть туалет. Также на 17 этаже расположен фитнес-клуб. Отсюда тоже открывается хороший вид на город, на Дубай. Здесь довольно-таки много больших и современных тренажеров для занятия спортом. Вообще спорт в Дубае – это распространенное явление. Постояльцы отеля могут пользоваться свободное в любое время, кроме ночи, фитнес-клубом. Здесь также есть инструктор, который может проследить за вашими занятиями. Это душевая. Здесь есть отдельные душевые кабинки со шторками и шкафчики для переодевания. Если вам недостаточно жарко в Дубае, есть финская сауна. Вот, сейчас там как раз напускают пар. Очень здорово после спорта зайти и попотеть. В фитнес-клубе также есть парилка Steam Room. Там более влажный воздух, нежели в финской сауне. Вот мы возвращаемся с крыши, возвращаемся в лифте. Их в отеле три. Есть еще один лифт для персонала. Говорят, что отель сконструирован таким способом, что если в соседней комнате будет шум и гам, то это вас не побеспокоит, у вас будет тишина и покой. Итак, подведем итог. Отель находится в Дейра-Сити. Это старый район Дубая. Если вы заказываете здесь от трех ночей, то вам бесплатно предоставляется трансфер от аэропорта и обратно к аэропорту, когда закончится ваш отдых. Стоимость в этом отеле составляет от 475 дирхам до 1500 дирхам за номер за одну ночь. К оплате принимаются все карты Visa, MasterCard, American Express. Хочется еще сказать, что если вы любите пляжный отдых, ну вообще в Дубай приезжаете за морем, то не переживайте. От гостиницы ходит шаттл-баз, он отходит в 9 утра, а возвращается в отель в 4 часа дня. Если же вы приехали за покупками, то тоже не переживайте. В течение дня 4, даже 5 раз, как нам сказали здесь в отеле, 5 раз тоже вас будет возить автобус туда и обратно. Это будет тоже бесплатно для постояльцев отеля. Для того, чтобы забронировать номер в этом отеле, нажмите вот сюда. Если у вас возникнут какие-то вопросы при проживании в этом отеле, вы спокойно можете обращаться на ресепшн. Там есть персонал, который говорит по-русски. С вами была Юля для проекта InDubai. Всем пока, хорошего отдыха.